Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Поговорили мы о том, что происходит на финансовых площадках. А теперь время пообщаться с бизнесменами. Бизнес-класс сейчас в эфире. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. А в гостях у меня сегодня Роман Саблин, тренер по экологическому образу жизни. Медленно я произношу эту фразу, чтобы вы сразу же, уважаемые слушатели, наполнились вот этим ощущением, этой глубиной. Тренер по экологическому образу жизни и управляющий партнер бюро эко-решений GreenUp. Роман, добрый день. Добрый день, приветствую. Значит, тема сегодняшнего эфира – бизнес на экологии. Так мы, корявенько как-то она звучит, но, тем не менее, сейчас будет понятно, о чем пойдет речь. Я напомню еще раз для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Сайт нашей компании финам.фм. Все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашей беседе, позвонить, написать, задать вопрос Роману или, собственно, поделиться своими мыслями на этот счет. Ну что ж, давайте начнем, Роман. И, естественно, вопрос этот будет неоригинальным. Конечно. Экологический образ жизни. Что это такое? Что это такое? Кстати, извините, поскольку слушатели нас не видят в прямом эфире, к сожалению, я все-таки похвалюсь. Роман предложил мне собственную визитку и, наоборот, я читаю, экологически чистая визитка. Экологически чистая. Не случайно, я думаю, что Роман занимается экологическим образом жизни и у него все экологически чистое. Ну, не все, опять же, не чистое. На самом деле, что такое жить экологично, я этому только учусь. Учусь и последние три года я об этом рассказываю людям. Откуда мысль пришла эта? Вас, в свою очередь, кто-то надоумил или изнутри? Ну, история, никаких кирпичей, никаких ситуаций не было, катастроф. Просто к 30 годам у меня случился кризис среднего возраста. Это рановато. Ну, три года назад, да. У меня чуть позже, ближе к 40. Я тогда руководил пресс-службой одной строительной компании, 8 лет к тому времени жил в Москве, и мне как-то все наскучило. То есть карьеру делать не хотелось, хотя, в общем, я начал учиться развлекаться. В общем, к тому времени развелся с супругой, сохранив хорошее отношение. Развлекаться в плохом смысле слова? Ну, конечно. Бары, женщины и все такое. В общем, оттягиваться после лет семейной жизни. А прожили, извините, я все не переверну, прожили сколько? Мне просто это близко. Три года. Три года, да? Поэтому, да, к сожалению, были глупые, не смогли сохранить все это дело. Сейчас у меня вторая супруга в Питере, я живу в Питере последние полтора года, и вот сейчас поеду забирать сына из садика. У меня еще сын в Москве. Здорово. Прекрасно, часто тоже видимся. Ну и вот, история была в том, что я начал думать, чем бы заниматься, искать что-то искать. У меня было увлечение арт-жизнью по полной фестивалю «Пустые холмы». Это такой русский вудсток на 50 тысяч человек, фестиваль хиппер, стаманов, и, в общем, меня все это дело там занесло. Расточки, регги и прочее. Потом я понял, что это форма, а не содержание во многом, да, такой уход. И просто на одной из встреч познакомился мероприятие с проектом ecoviki.ru, это такой некоммерческий проект «Зеленая Википедия». Ребята занимаются разными проектами. Там была как раз вот эта идея, которую я сейчас озвучиваю, на то, что каждый человек может влиять на экологическую ситуацию в мире простыми шагами, простыми действиями. Ребята наши эти? Московские, да. Московские ребята, да. Таня Каргина, Женин, Драчев. Вот. И я там поволонтерил, несколько мы участвовали в акции, где-то там на день эколога раздавали какие-то листовки, вот, что-то там уборки делали. А потом возник проект «Эколофт на Пятницкой». Я предложил ребятам снять квартиру и пожить вместе. Так. Как раз практиковать экологичные бытовые привычки, устраивать мероприятия. Мы там открыли эко-школу. Мы нашли коммуналку. Сейчас, кстати, это не так легко, я думаю, да? Ну, нам повезло. Нам из-за три дня, как мы сформулировали задачу, да, что мы готовы искать. Нам «Вселенная» ответила. И пришла шикарная коммуналка. Вот это важное, кстати, добавление сейчас. Связь со «Вселенной». Абсолютно. Без этого такие вещи, ну, и любые другие не проходят. Только важно сформулировать, понять, что это, и идти в этом направлении. Если это нужно, да, ну, то есть оттуда связь какая-то приходит. Если это нужно, то вот двери открываются. И я почему-то про это рассказываю, потому что я в своих мастер-классах рассказываю, как я к этому пришел, это всегда всех интересует, да. И «Эколов-Напятинский» проект просчитывал до с половиной года. Мы называли это экологическим экспериментом в центре Москвы. То есть в 15 минутах пешком от Кремля. Мы в условиях старой раздобанной коммуналки, которую арендовали. Ремонт не делали? Нет, делали ремонт. Безусловно, сделали ремонт, каждый человек заселился в свою комнату. Вот, и мы решили, что у нас будет такой эксперимент, когда мы будем просто жить, да, то есть скидывать деньгами на аренду квартиры, но при этом делать что-то для общества. Для этого мы... Подождите, там бытовой эксперимент сначала прозвучало. Ну, бытовой и потом для общества. Изначально, то есть мы там что сделали? Мы, например, там у нас абсолютно пустая квартира, и мы решили, что мы не будем туда покупать ничего нового. А, мебель не будет. Мебель не будет. Мебель бытовой технику. Подожди, нового или вообще ничего не будет там? Нового, нового. То есть там какая-то была? То есть там какая-то бушная. Нет, там было пусто. А, в этом смысле. Было пусто, стояла только душевая кабина и унитаз был хороший. Все остальное, все пусто. Мы объявили, что повторное использование вещей, это экологично. Понимаете, да? Потому что не тратится новый ресурс на производство новых товаров. И утилизация тоже. Утилизация не нужна, то есть снижается количество мусора в разы. То есть мы таким образом помогаем планете. Мы написали список того, что нам нужно. Там кровати, шкафы. По минимуму. По минимуму стиральная машинка, холодильник, какие-то посуды. Вывесили это в социальных сетях. У нас просто у каждого из пяти человек был большой опыт общения, большие разные социальные связи. При этом из экологических бэкграундов имела только Таня Каргина. Она тогда уже занималась ЭКВИКи, например. Все остальные были люди из разных сфер, но социально активные. Суть в том, что за месяц мы все нашли. Я бы так сказал, мы за месяц обставили квартиру. Обставили квартиру. Шикарно. Мы сэкономили, мы считали потом порядка 200 тысяч рублей. Если мы покупали все новое. То есть вы покупали все новое, понятно, что это стоило денег. Это люди отдавали. Бэушно, да. То есть вы не покупали ничего. Не покупали. Мы тратили деньги только на доставку, на грузовики. То есть есть для этого, например, специальный сайт darudar.org. Это социальная сеть. Darudar. Darudar. Слово «дар» здесь дарю я. Да, это сообщество дарителей. Да, да, да. Интересный проект. Там более 150 тысяч участников. Люди по всей СНГ просто дарят дары. Если чего-то не нужно, я фотографирую, выкладываю. Люди пишут заявки. Я решаю, кому подарить. Ром, еще один момент. Для меня это очень серьезно. Я дарю. Почему? Потому что мне это не нужно. Это захламляет мою квартиру. Мне дешевле, дороже, точнее, выбросить это, чем кому-то предложить. Или слово «дар»-то, оно несколько иной подтекст. Конечно. Ну, там есть разные мотивации у людей. Да, это по-разному. Да, кто-то освобождает пространство, квартиры. Но это не имеет значения для того, кто это принимает. Конечно. Ну, не имеет. Он сам решает. То есть ты описываешь, почему это даришь. Ну, обычно люди пишут, почему это не нужно. Я, например, когда ушел из офисной жизни, я раздарил там пять своих офисных костюмов. Хороших итальянских костюмов по 10 тысяч рублей. Да, да. Не марки. Просто я их, понятно, первое время пытался их продать через интернет за 3 тысячи рублей. Но их никто не покупал, потому что множество. Я просто выложил, да, в подарок. И люди прям писали по 5-6 заявок. И я отдавал тем, кто наиболее там был мне интересен. Например, женщина писала, что у нее сын поступает, начал работать в салоне сотовой связи. Нужен новый костюм, денег как-то нет особо. Ну, я ее выбрал, подарил. И суть в том, что мы обставили квартиру, холодильники, стиралки. То есть люди все отдавали. Есть, например, в ЖЖ еще сообщество «Отдам даром». Там люди просто ежедневно тоже что-то отдают не нужно. И мы заселились, в общем, прописали некие внутренние правила, решили, что есть там рекомендации по энергосбережению, как электричество сберегать, как воду сберегать, да. Решили там раздельный сбор отходов внедрить. Ну, в общем, какие-то вещи, да, про которые я потом рассказываю. Вот, я дальше про это подробно расскажу, если интересно. Просто в целом про проект, то есть проект посчитал 2,5 года. За это время там побывало около тысячи человек. Там, внутри вашей квартиры. Внутри квартиры. Потому что там была, у каждого была жилая комната, куда никто не заходил. А была гостиная. Ну, где мы устраивали как раз эко-школу, мы так назвали, где каждый четверг у нас приходил какой-то эксперт и рассказывал про международное эковолонтерство, как поехать за рубеж там за дешево и помогать там спасать какое-нибудь озеро. Либо там проразделен тот же сбор отходов, либо мы устраивали мастер-класс, как делать сами мюсли. Ну, в общем, большая разная история. А потом, через месяц после открытия, про нас начала писать пресса. Про нас писал «Коммерсант», «Московские новости», нас снимал первый канал. В общем, все такие молодые энтузиасты. — Да, вот некорректный вопрос. Они вас кем все-таки считали? Такими ненормальными? — Да, хороший вопрос. Безусловно, нас называли чудаками, фриками, эко-фриками, безусловно. И в интернетах было масса всяческого. Все спрашивали. Я же каждый второй спрашивал. — Известный забор, да? Тролли не спят, да. Когда они начнут что-то продавать, эти хипстеры опять пиарятся. В общем, какая-то безумная история. Ну, мы просто делали, рассказывали. Те люди, которые нам приходили, да, они видели, что мы... — Вот этот сложный был период, когда действительно... Ну, это если не травля, то такие все-таки подколы неприятные. — Они всегда есть. И всегда... Меня до сих пор воспринимают чудаком, там, странным. Ну, мне все равно. — Ты привык уже к этому, да? — Я привык, я знаю, что мне... Ну, я делаю то, что мне нравится, занимаюсь любимым делом. — Это самое главное. — И главное, что есть отзывы от людей. Сотни, тысячи отзывов. — Положительные. — Положительные, которым интересно то, что я делаю. И тысяча людей побывало, куча сюжетов. Я спустя год уехал из Москвы за 100 километров. Впрочем, у меня идея увлечения экопоселения была, и, в общем, я там полгода пожил на волонтерском проекте под Переславленным-Залесским. А вот, а ребята продолжали жить, он сменялся коллектив, и спустя до своего года проект просто закрылся, потому что там это было арендованное помещение, и, собственно, решил там сделать офис. И наши все красивые стены, расписанные художниками, ободрали. Мы там сделали домашний огород, у нас там росла зелень, да, у нас там... В общем, было много всяких арт-объектов, и это такое было место... Это, по сути, был штаб таких молодых ребят, экологов, вернее, экологистов. И мы там много чего делали. Извини, экологов, и потом ты поправился, экологистов. Классно, да. Вы верно подмечаете, мы не используем слово экологи, потому что эколог — это профессия. Мы абсолютно не экологи, у меня там педагогическое образование, я в экологии мало что понимаю. Я долго думал, как нас называть, и нашел слово экологист, а слово экология, да, это слово из словаря Ожегова. Именно экологист. Экологист, экологист, а в одно слово слитно. Означает человек, заботящийся об окружающей среде. То есть вот к экологу такому академическому отношению не имеет? Не имеет. Не каждый эколог — экологист. И наоборот. Да, без слов. Что важно. Ром, спасибо огромное, очень интересно. Мы сейчас прервемся в наши новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Роман Саблин, тренер по экологическому образу жизни, управляющий партнер бюро эко-решений «Грин Апп». Ром, сразу, собственно, продолжай, да, рассказывать вот об этом своем первом тогда опыте. Первый проект, первый старт, и подытоживая, да, о чем я рассказываю тоже, эколог для меня стал такой очень значимой школой жизни, да, потому что это и совместное проживание с людьми, часть которых я не знал, и у нас, например, была, поскольку мы называли еще и коммуной, у нас было общее принятие решения, был семейный совет, где раз в две недели мы собирались и обсуждали разные вопросы, например, почему посуда опять грязная на кухне, как мы делаем ремонт, что нам делать. Учитывая твой опыт семейной жизни, ну, на тот момент негативный, да, это были актуальные разговоры. Ну, так, поскольку я был тогда еще эко-занудой, как чесюли, да, то есть был таким вот держателем, и для меня была такая практика смирения достаточно хорошая, да, понимание, что я не всегда прав, есть у людей разные люди, если там... Ну, то есть есть аргумент против, ну, вот, с коммунальной точки зрения, понятно, что если с семейной точки зрения, наверное, аргумента за грязную посуду нет просто-напросто, а с коммунальной есть? Есть. С коммунальной есть и даже с экологической есть. Так. С коммунальной просто... Это вопрос эстетики. Всего лишь. Грязная посуда наслаивает сразу вот этот некий там негатив, грязь, мухи, ну, вот что-то такое. Да, да, да. Когда все чисто, красиво... Ну, подожди, это не только эстетика, грязь, мухи, это не только эстетика, это здоровье. Ну, это здоровье, да. Я имею в виду коммунальное, когда просто гармоничные отношения сформируются в среде. А экологический аргумент про то, что посуда, оставленная грязной, потом сложнее отмывается. Нужно больше воды, нужно больше моющих средств. Во-во-во. Ну, и просто... И загрязняются моющие средства. Да, и моющие средства все наши, да, прекрасные, фосфатные, с анеонными палами, которые большее количество уходят в воду и загрязняют. Потом все цветет буйным цветом зелеными водорослями. А что сильнее, какой аргумент для вас? Для меня... Не для тебя, а для нас, для экологистов. Ну, вы знаете, для меня просто гармоничность, эстетика, экологичность — это слито в одном. Все вместе, да? Для меня это называется, вот то, что называю, эко-мышлением. И тогда мне это как раз сформировалось, да. Все свои шаги по жизни. Что я ем, как я покупаю, как я перемещаюсь, как я разговариваю с людьми. Оценивать с точки зрения вреда пользы для себя, как для человека, это называют внутреннюю экологию. И внешнюю экологию для планеты. Потому что у экологистов у нас, ну, такого неформального движения, да, которое сейчас сформулируется, таких людей очень много. Не все себя называют экологистами, это нормально, да. Но просто я такого зло использую, как маркерники. Для нас есть малая родина, место, где я родился, да. Есть большая родина, страна Россия, да. Я патриот своей страны, я не хочу уезжать, да. Я верю, что у нас большое будущее. И третье — это большой дом, земля. И как только мы начинаем воспринимать себя жителем не просто этой квартиры, этого дома, этой страны, а именно жителем планеты, единой биосистемы. И понимаем, что эффект бабочки, он не только бывает, там, умозрительный, но и практически, да, там, пластиковый пакет, который я выбросил сейчас на свалку, не задумываясь, через пять лет, через десять лет, он очень долго же, там, 200-300 лет разлагается, окажется в Тихом океане и убьет какую-нибудь черепаху. Это, ну, есть примеры этого. — Нет, я с тобой не спорю, просто вот я сейчас пытаюсь это всё представить. Мне кажется, проблема в том, что это не так легко, не так легко это представить. То, что я конкретно вот здесь вот намусорил или посуду, это вот я вижу. А то, что ты сейчас о чём рассказал? — Конечно. Я про это и говорю, про скачок сознания, про повышение уровня осознанности, да, про чувство себя вообще жителем планеты, да, про уровень ответственности вообще. Личная ответственность за всё происходящее. — Эколофт ещё очень был классным тем, что я научился решать любые вопросы. — То есть? — С помощью сообщества. Мы, например, когда делали, то есть у нас была ЭК-школа, мы проводили мастер-классы, плюс потом мы вышли на формат фестивалей и каких-то городских мероприятий, да. Сейчас это всё вылилось в марафон городских действий «Делай сам», который проходит два раза в год. Последний был осенью на территории площадки ЗИЛ, и там приезжало около 500 человек, людей, которые практикуют низовые инициативы, какие-то различные деяния для города, да, не только экологические, социальные и там прочее. И он, первый вот его прецедент был в экологте, когда мы просто сидели и думали, что мы можем сделать. Мы разослали в нашу рассылку, у Эковики есть гугл-группа на 2000 человек, это сейчас такая, там очень много всего интересного происходит, да, такого активного именно действия. Сказали, ребят, есть идея собраться и сделать что-то хорошее. Кто хочет? Пришло 40 человек. Ещё, извини, приперевью, есть идея собраться и сделать что-то хорошее. Хорошее для города. То есть пока неизвестно что, но... Ну там был конкретный формат. А, был уже, да? Был формат международный, тогда проходил, это было 10-10-10, 10 ноября 2010 года. Международный климатический воскресник, 350 орг английское движение проводило действия, направленные в защиту климата. То есть мы начинали через экологические истории, да, но понятно, что город, он шире и больше, для него нужно ему делать. В итоге пришло 40 человек, из них 30 осталось в итоге. Сейчас эти люди, они активисты, да, то есть они организаторы вот разных мероприятий. И когда нужно, когда мы искали спонсоров, когда мы искали, как куда-то перевести из типографии что-то, да, мы просто писали в рассылку, постили в социальных сетях и всегда решались вопросы. То есть вот это сообщество, да, когда есть благая цель, есть информационные инструменты, да, и всегда вопрос решается. Кто-то, приходили деньги, приходили люди, там, кто-то звонил, что-то, все решалось. Я, знаешь, о чем подумал, что, в принципе, наверное, вот эта идея, эта замечательная, да, вещь, которой мы сейчас занимаемся, она, наверное, нереволюционна, да, раньше можно было говорить, что люди какие-то стояли на тех же принципах. Конечно, конечно. Вот, но раньше, прошлый век или там еще чуть позже, да, раньше не было вот таких информационных возможностей. Может быть, поэтому в конечном итоге все захлебывалось или каким-то образом? Ну, можно про разное, да, то есть у информационного... С одной стороны, есть плюсы огромные, то, что можно дотянуться до любого человека, да, через там Facebook, e-mail, но с другой стороны, информационный шум. Это же адский ад. Это огромное количество всего в этом тоне, да, очень сложно из этого вычленить что-то. И возвращаясь, опять же, ко мне, к нашей истории, я, на самом деле, вот через полтора года, то есть год в Иколофте, полгода на загородном проекте, я поехал на месяц на родину в Сибирь, я родом из Сибири, с рабочего поселка Тимиртау, там, опять-таки житель, у меня отец шахтер, мама домохозяйка, вот папы, к сожалению, уже нет. К маме приехал, жил там месяц и обдумывал, да, чего, как, зачем. И в итоге собрал все свои знания в мастер-класс, назвал его «Десять шагов к экологичной жизни», и в родном городе Новокузненске, где закончил Литфак, его дал. Договорился с знакомыми в администрации города, в комитете по делам молодежи, выделили зал, там, на 60 человек. Я через контакт везде разослал информацию. Ну, у меня был некий бэкграунд, да, известный в Москве эколог, экологист. Да, и мне говорили, что, ну, придет человек десять, хорошо, у нас промышленный город, в общем-то. И вообще слова какие-то незнакомые, да, и опять странно на тебя будут смотреть. Ну, странно не странно, но проблемы экологии там очень важны. Там четыре завода, да, но все их принимают именно как через призму очистных сооружений на заводах, там, да, на ПДК, снижение и все. А тут я про что-то про экологичную жизнь вообще. Как жить экологично в Новокузнецке? Это странно. Парадоксально даже, да? Парадоксально, да, да, да. Да, да, да. Более того, я когда, я зимой выступал в Кривом Роге. Это в Украине, город промышленный, да. И там, как жить экологично в Кривом Роге, в общем... Это на уровне анекдота звучит. Анекдот, да. Что самое интересное, в Новокузнецке пришло 40 человек. То есть все были в шоке, что пришли люди, да, послушать меня. А в Кривом Роге пришло 70. Ну, опять же, у меня интересный формат, да, монетизации. Ну, один из вариантов. Я делаю вход по свободной цене. То есть, по сути, это некие пожертвования. Вот, потому что человек в конце оставляет какую-то сумму, да, какую он может считать возможной. Конце мероприятия. Конце мероприятия, по итогам, да, безусловно. То есть я несколько раз об этом напоминаю. И кто-то оставляет там 10 рублей, кто-то тысячу, кто-то там 3 тысячи. Ну, по-разному, да. От чего, кстати, зависит это? Зависит от человека, от его возможности, да, ну, финансовой возможности, да. Потому что иногда человек подходит, говорит, вот рад бы, да, хоть все отдать, но нету. А кто-то подходит там и молча там отдает там 2 тысячи и уходит, да. Ну, и плюс еще от меня зависит, потому что я только учусь, да, не всегда качественно там говорю, не всегда, может быть, не убедителен, да, я не скрою, да. Я вот книжки Гандабаса только штудирую. И, безусловно, все это накладывает отпечаток. И тогда был первый мастер-класс. И на данный момент, вот, вчера буквально я проводил 63-й раз. 63-й раз? 63-й раз. Это был офис московской одной компании, который строит зеленый бренд. И им интересно, да, для сотрудников проводить какие-то мероприятия, экологизировать их. Они там сами разделяют, собирают макулатуру, батарейки, сажают деревья. Ну, то есть, этим делают, занимаются. Класс, класс. 63 мастер-класса, 3700 человек. Всего, да? Да, всего. 12 городов России и Украины. В июле я вот лечу на три дня в Улан-Удэ и на Байкал. Там будет форум по экотуризму. Министерство Бурятия меня приглашает. Огромное спасибо, я там выступаю. И там уже будет гонорар. Вот. А оттуда я еду на Красноярское море, там лагерь молодых. Ну, все, у тебя новая жизнь начинается. Ты уже будешь как звезда, понимаешь, да? Рок-звезда. Ну, меня и называют звездой к движению России некоторые. Я вот, конечно, скромный тур на три года вперед. Давай послушаем. У нас есть звонок. Конечно. Заинтересовались наши слушатели. Алла Михайловна, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, очень, конечно, приятная тема, про которую вы говорите. Ну, вот вы начали, сказали, что начали свою деятельность вот где-то с коммунальной квартиры, которую вы обустраивали. И, как я понимаю, это была какая-то такая деятельность. На что вы жили? Откуда средства вот на эту всю деятельность? Я так понимаю, вы не говорили о доходах, и только вот сейчас вот где-то про гонорары вы сказали. Вот уже гонорар. А на что тогда можно, как говорится, осуществлять эту деятельность? Все правильно, Алла Михайловна. Мы как раз на закуску оставили разговор о монетизации, так это сейчас называется. Спасибо вам за вопрос. Спасибо за вопрос. Да, благодарю. Безусловно. Ну, давай опять с коммуналки начнем. С коммуналки, ну, на что жили-то? Важный нюанс. Во-первых, это была не коммуналка. То есть мы ее из коммуналки переброзали в коммуну. Ну, и у нас был формат большой семьи. То есть мы принимали общие решения, были там дружеские, жили там. За два с половиной года у нас не было ни одного скандала. Потому что на семейном совете мы все острые вопросы снимали. Ну, это есть психологические техники. Это здорово. Проговаривать, обсуждать. Есть прописанные правила заранее. Извини, посторонние люди все-таки, да, живут в коммуналке два с половиной года и ни разу не поругались. Ну, были острые моменты. Но без скандалов, там, не знаю, без матов, без швыряния, ничем. Были моменты, безусловно, мы все идеальны. Ну, вот одна девушка, например, через три месяца съехала просто. Потому что, ну, поняла, что ей не подходит. Вот какие-то, ну, до сих пор дружим все нормально, как бы, да, произошло. А все просто объясняется. Тогда в эсэкоммуне все было просто. У нас каждый был в своей работе. Офисная работа. Просто вы работали еще. И, да, и каждый с вами носил свою лепту, да. Я тогда как раз вот работал в пресс-службе еще, да. То есть ты еще не уволился на тот момент. Я уволился через полгода эколога. И как раз идея, уволился, вот, возникла идея Гринапа, бюро решений Гринап, да. И мы решили заниматься, ну, я и несколько ребят еще московских, консалтингом. О, сладкое слово консалтинг. Все об этом думают, мечтают. Мечта любого офисного айфланктона, да. Ты чистая, да, чистая белая рубашечка. Сидишь. Сейчас мы, Ром, прервемся еще раз. Новости на Финам.фм, а то продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня у нас замечательная тема. Я уже теперь произнесу ее громко, потому что об этом мы начали, собственно, разговор несколько минут назад. Бизнес на экологии. Вот такая тема сегодняшнего эфира. В гостях у меня сегодня Роман Саблин, управляющий, извини, давай, наоборот. Роман Саблин, тренер по экологическому образу жизни. Это его первая ипостась, да. И далее управляющий партнер бюро эко-решений GreenUp. И слово, которое я запомнил, записал Роман Экологист. Экологист, да. Ну что ж, отвечаем на вопрос Аллы Михайловны. Действительно, где деньги-то? Деньги где? Все-таки это бизнес. Ну, здесь важный, опять же, момент. Я не занимаюсь, я не делаю деньги на экологию. Это раз. Я, по сути, не занимаюсь бизнесом. Я занимаюсь тем, что помогаю людям. Ну, то есть у меня миссия, да. Вообще, моя миссия, она у меня в блоге озвучена, там, на Роман Саблин.ру. Я хочу вовлечь в экологичный образ жизни 5% населения жителей России. 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 Ну, начнем с России, дальше мир. 5% — это 7 миллионов. 7 миллионов. Ну, я вот сегодня в больших новостях написал, что в России 7 миллионов студентов. Ну, вот, 7 миллионов всех жителей, а затем почему 5%? Есть закон, это называется закон автосинхронизации, культурологически-социологически. 5% людей в обществе с общими настроениями, ощущениями, ценностями меняет все общество. То есть моя миссия — запустить некую зеленую волну, да. Когда все люди повышают уровень осознанности, задумываются о том, что они едят, как они мусорят, не мусорят, и вот это все прочее, да. Ну, то есть чувствую себя жителями Земли. И я, все, что я делаю к этому, да, оно вот к этой миссии стремится. Все, что я делаю, что я говорю, пишу, выступаю. А деньги — это энергия, и она нужна для того, чтобы я существовал. Ну, чтобы жил хорошо, у меня есть семья, есть там квартира. В общем, есть некие расходы, да, которые нужно... То есть воспринимаешь их только просто вот как некое... Деньги — это некое средство для того, чтобы твои расходы... Ну, у нас, на самом деле, сумасшедший же мир, когда деньги становятся во главу угла... Так вот об этом и речь, конечно. И как люди, потом, заработав огромное количество денег, понимают, что и что дальше. В гроб их с собой не возьмешь, и уже дальше начинают там помогать заниматься благотворительностью, заниматься какими-то творческими делами. Поэтому почему так популярен дауншифтинг, да? Хотя мне это слово не нравится, я в этом случае не дауншифтинг, да, я использую слово апшифтер. То есть человек... А в чем разница? Ну, даун, если это некие там возвращение назад, то есть ап — это переход на просто другой уровень. Он может быть из потери социальных каких-то штук, но зато счастья становится больше. Ну, так вот, и поскольку я изначально думал о моментах монетизации, да, как что делать, после корпорации я ушел в... Мы создали этот гринап, бюро решения гринап, разрабатывали разные планы, как там монетизировать, и вообще как выходить на офисы, да. И я был, принимал участие в экологизации Стрелки, Институт архитуры дизайна Стрелка на Красном Октябре. Они вот, когда получили зеленый офис, я там участвовал, тоже научился как раз вместе с ними консультировать. Вот, денег это не принесло, он пошел мне в кейс, и с тех пор за три года клиента по экологизации, да, у меня пришел только вот спустя два с половиной года. То есть не было клиентов именно поэтому. То есть я пришел как бы вот такой радужный, да, все, я ушел из офиса, там, спасать мир, сейчас тут поедут деньги. Нет, не пришло, потому что бизнес, ну, вот это направление, оно непростое, клиентов нужно убеждать, зачем, почему. Как вдохновить сотрудников разделять, собирать макулатуру, да, там, приносить батарейки и все такое прочее. Ну, не все, не очень понятно. Хотя тема интересная, интерес к этому растет, и сейчас я консультирую несколько компаний, да, которые что-то делают из этого. Мы в Питере в основном сейчас организуем и тимбилдинги зеленые для сотрудников, то есть вот, например, мы делали для Старбакса уборку парка береговой линии для сотрудников, да, как зеленый тимбилдинг, да. Все люди пришли, сделали хорошее дело, у них был пикник, мы там рассказывали какие-то истории, вот, для Кока-Колы партнер мы делали недавно. То есть разные компании, в основном крупные и зарубежные, да, которые понимают, что это нужно, они это заказывают и оплачивают. Извини, вот опять перебью тебя, правда ли, что, ну, очевидно, мне показалось, да, что проще, конечно, общаться с крупными компаниями, особенно зарубежными, потому что они это понимают. Конечно. Они оплачивают, и они, если позволишь, заставят своего сотрудника прийти на это мероприятие и сделать так, как вот, а на частном уровне, на частном уровне, вот, да, собрать народу и сказать, ребята, вот так надо жить, это все-таки сложнее гораздо. Безусловно, в основном пока клиенты это иностранные компании, которые просто в стандартах прописаны, мы должны, у нас зеленая политика, мы поддерживаем, но появляются и русские компании, российские, средние, просто где у руководителя однажды что-то щелкает в голове, и он понимает, что дальше так-то и жить нельзя, да, и важно что-то делать для природы. А что делать? Ну, можно вот сделать, поехать, уборку мусора организовать, да, какой-нибудь, вычистить просто пляс, взять шество, или посадить деревьев там, 200-300 деревьев сотрудники, в общем, радостно всегда сажают, да, или организовать вывоз макулатуры из офиса, и тогда, поскольку это основной офисный мусор, да, основные офисные отходы, то тогда, если человек платит за вывоз контейнера мусора деньги определенные, у него эти контейнеры будут вывозиться реже, в разы, то есть макулатура выводится бесплатно, понятно, да, иногда может за нее платят. Таким образом, у него расходы на вывоз мусора могут снизиться, возможно, вообще исчезнуть, а это там 10-15 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть вот один из примеров, как можно, в том числе, сберегать, экономить. Вот, и, значит, направление эко-офисов, гринапов худо-бедно развивалось, и сейчас это вот, ну, тоже вызывает интерес, но мне больше интересно пока второе направление, это именно личная, да, внутренняя экология, она сейчас, на данном деле, более успешная. То есть я, как эко-тренер, ну, да, первый эко-тренер России, я придумал себе профессию, и я, на самом деле, выступаю за то, чтобы таких людей становилось больше, у меня есть идея создания клуба эко-тренеров, и я знаю уже двух девушек в Москве, которые тоже этим занимаются, и я им иногда свои заказы передаю, да, когда нужно куда-то приехать. Вы как-то автономно эти, или это твои бывшие ученицы? Не, у меня нет учеников, это просто люди, которые тоже как-то каким-то образом пришли к экологичному образу жизни, мы дружим, общаемся, они разрабатывают свои мастер-классы, это две девушки, одна, например, у нее хорошие серии и по эко-жизни, да, общие советы, и, например, как делать натуральную косметику своими руками, вот, и по здоровому питанию, ну, то есть вот еще масса всяческой истории. А я выступаю как такой агрегатор, да, всяческой информации, вот 11 шагов, они на самом деле проразны, абсолютно проразны, я рассказываю, что, ребят, у нас проблема экологии системная, и важно подходить к ней системно, с какого-то края, там, да, задуматься о снижении количества отходов, снизить количество одноразовых вещей, задуматься о здоровье, искать здоровые продукты, там, фермерские или какие-то натуральные, в идеале самим муви ращивать, да, заниматься здоровьем, вести здоровый образ жизни, да, потому что это тоже важно, да, это вот. Чтобы энергия у нас была, противостоять всем этим штукам. Важно участвовать в разных экологических инициативах и акциях, не просто сушать деревья, но и там иногда и ходить на митинги какие-то, да, и, не знаю, банально починить скамейку во дворе, да, и не ждать чиновников пока это. Про митинги я не совсем понял, что за митинги? Ну, есть разные, сейчас проходят митинги в защиту Байкала, там, например, в защиту Химкинского леса. Какие-то политические митинги? Нет, нет, не политические, хотя все связано же у нас, ну, все же понимают, да, и поэтому сейчас много, сейчас вот с Хапром, например, происходит, очень в Воронеже, да, такая странная история. И, ну, то есть важно быть активным, да, что называется, гражданский активным и участвовать. И поэтому я делюсь с людьми с этой информацией. У меня есть блог в ЖЖ, там около тысячи человек его читают. У меня есть рассылка на две тысячи человек, люди постоянно подписывают. Я гастролирую с путешествиями, и сейчас, вот буквально через пару, через неделю, я надеюсь, через 10 дней выйдет моя книга. Книга называется «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе». На 350 страниц, на эко-бумаге, безусловно. И там как раз все то, что я не успеваю рассказывать в своих тренингах. Как я к этому пришел, как я живу, что я делаю, с разными рецептами, сайтами, в общем, все очень подробно рассказано. Это может быть руководством к действию. Вот я почитал, допустим, твою книжку «Как ты живешь» и говорю «Вот так надо жить». Или там кому-то рассказал. Не надо, так можно жить. Так можно. Можно. Каждый выбирает для себя. Я это называю точкой входа. Каждый может, ну, начните с чего-то, да. Начните с простого. Откажитесь от пластикового пакета на супермаркете и возьмите эко-сумку. Или, например, не покупайте пластиковую бутылку, не пользуйтесь пластиковой стаканчиком. У тебя какая бутылка, кстати? Это кор, это специальная бутылка, она сделана из пластика, но это пластик, который не содержит как раз фталат и другие вещества. Он безопасный. То есть когда он будет растворяться, да, в земле? Нет, нет, другая история. Есть сведения о том, что обычные пластиковые бутылки, да, которые все так любят, да, они одноразовые. Если повторно наливаем в них воду и пьем, и с этого пластик начинает туда как раз попадать воду фталат и другие вредные вещества. А это как раз пластик, да, который не содержит этого. Ну и плюс у нее интересный дизайн, с ней ходят все звезды зарубежные, зеленые, там, Бэт Питт и Дэвид Духовный, ну, она так красиво держится. Есть разные формы, цвета, ну, в общем, вариант массы. Есть просто обычно у меня несколько термосов, да, икеевских, там, да, за 200-300 рублей. А вот этот фень, что ты ходишь с водой все время, это тоже часть экожизни, да? Да, я говорю, ну, просто сами подумайте, да, в чем плюсы? Мы не покупаем пластиковую бутылку. Раз. Мы не пользуемся пластиком-стаканчиком где-то, потому что, ну, вот я пришел, налил, да, и сюда. Здесь вода хорошего качества из дома, которую мне привозят, ну, вот эту артезианская вода, да, там, из более-менее проверенной компании, шунгитом структурированную. И вода, я не наливаю ее из водопровода, да. Три, если здесь чай, то это хороший чай, мы, опять же, проверим. Ну, и, в общем... То есть и чай здесь тоже может быть, и кофе даже может быть. Да, 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 конечно. Хотя кофе я пью очень редко, тоже интенсикант, и от него лучше отказываться. Понятно. И книга выходит, такое пособие, варианты, возможности будет продаваться в книжных магазинах, да, там есть отзывы от ВВФ, от депутатов Госдумы, ну, в общем, хороший так бэкграунд. И, что самое интересное, мы денег на книгу на ее здание собрали краунфандингом. Я собрал 330 тысяч рублей, от 470 человек перечислили от 50 до 20 тысяч рублей, чтобы книга вышла. Они, часть из них получат книгу, да, плюс я... Там были какие-то разные бонусы, там, мои консультации, там, эко-завтрак со мной в Викторианском кафе. Ну, просто это все были в шоке. Мало кто верил, опять же, да, кто не в теме. 330 тысяч рублей, мы собрали книгу на издание, на редактуру, на корректуру. Вот, и сейчас она скоро выйдет, и... Класс, краунфандинг работает, значит. Работает, да. Я был много народу вот именно здесь представить. Когда это еще стартапом называлось, знаешь, когда это все еще такое... Да, просто тема актуальна. Вот буквально неделю назад еще один, там же на Бумстартере, еще один эко-проект выиграл. Это настольная игра «Экологика». Я им тоже помогал, они тоже собрали денег. Здорово. То есть это уже у них второй успешный эко-проект. Кстати, завтрак в Викторианском кафе. Ты вегетарианец? Да, я вегетарианец, уже три года, то есть лакто-вегетарианец, то есть я им молочные продукты, но очень мало. То есть, возможно, приеду к веганству. Ну, это звенья этой же цепи. Да, один из шагов, один из 11 шагов называется вегетарианство. Я рассказываю, почему это какое-то имеет отношение к экологии. Рассказываю, что Дроздов, например, вегетарианец уже 40 лет, что многие звезды, моби и прочие вегетарианцы. И говорю о том, что я, опять же, не призываю всех срочно бросить мясо, я не агрессивный вегетарианец. Дроздов в мире животных вел всю жизнь. Ну, понятно. Его можно понять, да, конечно. Я могу понять, но если бы людей возили на скотобойне, они бы стали есть меньше мяса, да. Если бы люди видели огромное количество навоза, который от скотобоя не успевает перерабатываться, а загрязняет реки, да. То есть речь идет о промышленном животноводстве. Но это огромная, да, проблема. Сейчас в ООН готовится признать именно вот животноводство и вообще вегетарианство одним из шагов к экологичной жизни. Ну, и плюс там есть разные духовные составляющие, да. И, в общем, вообще я за три года не съел ни одной таблетки, я занимаюсь йогой, я перестал болеть. До этого гайморит каждые полгода. Ну, в общем, похудел на пять килограмм, там, и, в общем. Ну, то есть норму, норму, да? Приобрел норму. Да, да, не приобрел нормы. И поэтому, чем хочу еще продолжить, да, закончить, там, мысль. У общества есть большой спрос на качественную информацию для простых людей, что можно делать экологичного. Потому что, ну, вот, как вас спросить, там, у любого человека, что можно делать экологичным, ну, не знаю. Не знаю. Мусор до урна донести, классно, супер. Или там посадить дерево, тоже классно. А я говорю, что, ребят, спектр огромный. Вы можете снижать потребление, да, можете переходить на экологичные продукты, можете открыть свой экобизнес вообще. И сейчас это дико растет. То есть каждые, не знаю, две недели в Москве и Питере появляется новый магазин экотоваров, интернет-магазин. Да, и я про них тоже рассказываю, про, ну, которые я знаю, известные, да, на своих мастер-классах. Экотовары — это товары, которые произведены вот по каким-то, да, технологиям. Ну, да, экотовар вообще имеет широкое, широкое размытое понятие. Сейчас вообще на нем спекулируют. Эко, био, натурально, огромная спекуляция. И даже специальный термин называется greenwashing. Зеленая спекуляция, да. Например, 80% строительных материалов, которые называются натуральными, экологичными, вообще не имеют поэтому никакого подтверждения. Для меня экологичный товар, ну, и вообще в классике, да, это товар, где учитывается весь его жизненный цикл. То есть товар безопасен для планеты, для здоровья, вот в стадии производства сырья, да. То есть понятно, если сырье везут из Никарагу сюда, в Россию, да, то это транспортный след, это плохо. Сейчас мы продолжим, Ром, спасибо, еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ послушаем и потом продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим о экологии, не хочется говорить слово бизнес на экологии, но, с другой стороны, о монетизации, тем не менее, эти процессы. Монетизация вполне себе, да. Да, это вполне нормально. В гостях у меня Роман Саблин, тренер по экологическому образу жизни, управляющий партнер бюро эко-решений GreenUp и экологист. Ром, ну, в продолжении разговора о монетизации, да, вот эти самые эко-товары сейчас, модные они все же? Безусловно, модные. Если так часто открываются магазины. Открываются, спорос растет, потому что, ну, заходя в магазин продуктовый, люди понимают, мне же звонят друзья, передачи говорят, тут нельзя ничего купить. Мы с тобой пообщали, все пластиковое, все невкусное, все в диком количестве упаковки внешне, все привезено издалека, транспортный след, да, огромный. Что делать? Я говорю, ну, вот есть интернет-магазины, сделать себе доставку, или, не знаю, посидите на рынок, да, спросите там, не знаю, местные какие-то продукты или там из Средней Азии. Есть эко-товары, это моющие средства опять те же, да, для всех, как косметика и прочее, у нас дома много всего, нам постоянно что-то дарят, мы покупаем, с супругой тестируем, и цены на это тоже постоянно снижаются, да, потому что, ну, появляется некая конкуренция уже, да, и с этим… Конкуренция между интернет-магазинами и эко-товаров, да, между ними появляется. А вообще, в той же Америке и в Европе рынок эко-товаров, зеленого товара, старает 30% в целом. Там в любом большом магазине есть отдельные стойки, где там эко, био, причем это все с эко-маркировками, то есть это вызывает там доверие, да. У нас-то просто, ну, выпустило любую этикетку, то есть в России нет общегосударственной сертификации какой-то, да, такой внушающей доверие. То есть если там написано «эко», то этому можно верить, да, а здесь это просто такая финишка. Здесь это тоже, может быть, постоянно развивается, да, но есть много там ощущений, что еще это можно купить. В общем-то процент недоверия огромный, да, у россиян. Поэтому я и говорю, ребят, просто смотрите на составы, смотрите на авторитет интернет-магазинов этих, да, и просто, ну, на свой вкус там изучайте. И в этом смысле появляется много популярного, интересного, и это тоже часть эко-жизни. Но при этом, опять же, я всегда возвращаю, очень важно не только заниматься внутренней экологией, не заботиться, чтобы там есть чистое, да, носить чистое, там, благостное, да, правильно, но и для планеты что-то делать, да. Вот именно быть гражданским активным, снижать количество мусора, снижать потребление, участвовать в разных акциях, вообще думать, как можно монетизировать. Ну и поскольку у нас аудитория финансовая, да, бизнесмены, предпринимательская, то я хочу сказать, что, ну, спрос огромный. И дело не только, то есть у всех обычных людей, когда меня спрашивают, как заняться экобизнесом, открыть пункт приема вторсырья, я говорю, ребят, ну, хорошая идея, но мусорная мафия, вам это вряд ли позволит, там все поделено, да. Ну и вообще такой проблемный, да, участок. Можно открыть интернет-магазин как раз эко-товаров, да, сейчас спрос есть, найти какую-то нишу и, ну, сделать такой продукт, начать людям давать то, что они хотят, спрашивать. Можно открыть кафе, да, там, здорового питания, фермерского питания, вегетарианского, они тоже постоянно появляются. Вот у меня в книге просто тоже список. По Москве там где-то 30 основных кафе вегетарианских здоровой еды там, да, а по Питеру 15, ну, то есть их, нет, по Питеру 20 даже, то есть их количество растет. Но то, что я предлагаю, то, о чем я рассказываю, это то, чем я занимаюсь, да, я использую методы инфобизнеса. Есть такая штука. Что это? Инфобизнес, о, у вас еще не было, у вас не сидел-то еще Андрей Парабелло, у него прекрасная команда, это шикарные, сумасшедшие люди. Рекомендуй мне обязательно, Андрей. Да, расскажу, да, вот, потому что это, инфобизнес, это о том, как делать деньги на продаже информации. Это целая отрасль огромная, и это есть учебники, да, как заработать миллион за первые полгода. Вот, я еще не заработал, но скоро, я надеюсь, все получится, и деньги пойдут, да, на благое дело. Это не только проведение очных семинаров, мастер-классов, да, но это тоже коучинг, личные там консультации. Это мастер-группы, когда люди набирают там 5 человек, их консультируют по каким-то вопросам. Это продажа DVD-дисков, там, не знаю, подкастов, проведение вебинаров. То есть есть огромный спектр, да, как можно вообще что продавать. Люди продают абсолютно что угодно. Например, можно заработать миллион на создании, вот, есть женщина, я был на конференции, она заработала деньги, дала людям возможность научиться рисовать через вебинары, через онлайн-семинары, через веб-камеру, да, у меня сестра просто в Питере живущая, научилась это делать. Там другой человек рассказывал, как он раскрутил курсы самообороны. Вот, он там тоже вебинар проводил. Нет, очень-очные, да, но очные занятия, начиналась просто как рукопашка, что-то такое, а потом он просто перешел, сейчас его тренинг называется «Промужественность». Он делает из офисных люпиков мужиков просто, да. И там огромное количество всяких, там, понятно, эзотерические всякие практики, психологические и прочее. То есть можно просто рассказывать людям, как делать дела, и за это монетизировать. Поэтому есть разные рассылки. У меня в посте, в блоге, например, и в рассылках есть услуга по, там, гид по эко-продвижению, и там можно за некоторые деньги попасть в мою рассылку. Но, здесь опять же важный момент, потому что я рискую своей репутацией, я все эти продукты проверяю. То есть у меня, например, есть вон с собой, это моющее средство, шар такой для стирки, BioWashBall называется, да, и мне когда дружественно, вот, в интернет-магазине про него рассказывают, давайте попробуем. Мы его потестили месяц, классно, стирает, вообще там, стоит 3000 рублей, работает 3 года. Никакого порошка, ничего, шар там с этими, с какими-то микроорганизмами, какой-то magic, в швейцарской технологии. И я про что говорю? Что будет классно, если появятся люди, которые смогут рассказывать, например, как заняться энергосбережением в условиях обычной квартиры. То есть я даже лично готов с этим человеком общаться, и у меня есть друзья, которые готовы заплатить, там, не знаю, 2-3 тысячи рублей разовые консультации, когда человек приходит в квартиру и просто по списку скажет, вот здесь не просто лампочки заменить, да, а там, например, ну, вот по оборудованию, да, там, просто есть там разные техника, да, энергосберегающая класса АА+. То есть если вот вы собираетесь купить, там, холодильник, либо, там, телевизор, если вы еще смотрите, то можно вот... А ты не смотришь телевизор? Нет, у меня его нету, 5 лет, это как раз вот один из тоже шагов к эко-жизни, да. Но я смотрю телевизор, слушаю радио, но не через интернет, иногда, да, то, что мне нужно. А в чем, кстати, отказ от телевизора, ну, от физического телевизора, шаг к эко-жизни? Ну, во-первых, сбережение электроэнергии, а второе, сбережение времени, ну, он дико с количеством съедает, да, абсолютно, полоненужно. Третье, отключение от матрицы. Ну, от матрицы, тем не менее, ты же все равно внутри информации все-таки находишься, да. Конечно, но я здесь, у меня есть иллюзия некая, да, что я сам этим управляю потоком, а тут меня загружают, да, чем нужно. А четвертое, это сам телевизор, то есть его произвели, потратили ресурсы, потом он кажется на свалке, не дай бог, в общем, это такая огромная... Кстати, извини, вот, все-таки тема хорошая по поводу информационного бизнеса, вот, инфобизнес. Да, инфобизнес называется, есть сайт, есть информация, это огромное количество людей. Смотри, смотри, я подумал о том, что, а нет ли вот здесь в огромном количестве этих специалистов, ну, какого-то количества шарлатанов? Есть, абсолютно, много, очень много шарлатанов и спекулянтов, да, и людей, которые не дают качественное. Ну, в инфобизнесе для этого есть рецепт, например, когда там рекомендуется базовая рекомендация, проводите какой-то семинар, мастер-класс, обещаете вернуть деньги, если клиенту не понравится. Ну, прям вот, пишите, да, ну, а есть, опять же, хитрость, да, если вы откажетесь, мы вернем вам деньги, но после этого мы вам ничего не сможем продать. Ну, то есть, вас банят просто, да, и все, и вы ничего не получите, но есть разные хитрости. Ну, и, то есть, важно в инфобизнес прийти, чтобы, став экспертом в какой-то отрасли. Ну, просто у меня есть это знание, я абсолютно, ну, не эксперт, да, я только учусь, но я знаю чуть больше, чем обычный человек, и я это рассказываю. Ну, то есть, в любом случае, ты что-то можешь, можешь что-то дать. Конечно, у меня есть видение, ощущение, я могу порекомендовать, поделиться контактами. Просто я так вот представил, что очень часто, наверняка, оказавшись, да, вот визави перед тем, кто якобы, потом посмотрел, посмотрел, ну, вот он делает вид, что он что-то делает. Ну, конечно, конечно, имидж все, там, жажда ничто, поэтому только по рекомендациям, по проверкам, осмотреть отзывы, ну, в общем, всегда очень много шалотанов, спекулянтов, это как и в психологических тренингах, да, там, можно и попасть на какую-то секту, но при этом важно заниматься тоже, вот, и внутренним развитием, самими обидами, страхами расставаться, там, семейной расстановке хорошо помогает, ну, в общем, много всего. Я понял. Два слова буквально, времени у нас немного, Ром. Чем вы занимаетесь, точнее, какие услуги оказывает бюро эко-решений? Бюро эко-решений, это как раз консультация по внутренней эко-офиса, проведение зеленых тимбилдингов, корпоративов, и сейчас еще подбираемся к организации раздельного сбора в офисах, ну, с нашими партнерами, да, то есть, как это сделать все под ключ. — Раздельный сбор? — Раздельный сбор отходов в офисах, когда ставятся, там, раздельные урны, все это уводится в переработку, и все счастливы, и поэтому, ну, разные, то есть, у нас три партнера, да, у каждого есть свое направление, вот, Федор Тарабукин, он, в основном, занимается, как раз, корпоративами, да, там, веревочные курсы проводят, там, с эко-уклоном, вот, а Настя Таратынова, она больше, там, коучингом, именно, есть же еще, вот, такая, антистрессовые всякие мероприятия, тоже, в принципе, относятся к экологии, вот, у нас такая общая оболочка, да, которую мы, вот, наполняем. — Ну, и давай, если можно, о перспективах каких-то, да, вот, чем вы в ближайшее время, куда вы смотрите? — Я, перспективы мои, мои намерения на этот год, к концу года, выпустить книгу тиражом 150 тысяч экземпляров. — Новую или ту же? — Новую, новую. Ну, сейчас первый тираж тысяча выйдет, но просто будет допечатка, это как у Пелевина. Второе — это провести еще, там, 100 мастер-классов, третье — собрать стадион на 5 тысяч человек, и есть шанс, что в летом, на одном фестивале, вот, в конце июля это случится. — Уже получится. — Да, я там в оргкомитете, мы просто собираем, вот, в «Эднамире» большой фестиваль «Экотропа» с участием, там, больших конкурсов. — Смотри, вот, и задача есть, тоже очень интересная, задачи определяешь, просто потому, что тебе так хочется, или есть какие-то все-таки объективные параметры? Ну, условно говоря, 100 мастер-классов провести, вот, очень хочется круглую циферку. — Ну, круглая циферка. — А не получится, потому что я знаю, что вот сюда и сюда... — Просите невозможного, получите его по возможностям. — То есть ты на что ориентируешься, когда задачи ставишь себе? — Ориентируюсь на спрос, ну, то есть вот у меня сейчас сетка календарная до конца года более-менее разобита, да, то есть я в каждом месяце уже куда-то лечу, это Краснояск, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, вот, Москва, Питер, понятно, да, с презентацией моей книги будет много всего. И еще один момент, я очень хочу создать школу зеленых драйверов, центр экологического образования, да, загородную, на базе какого-то экопроекта, экопоселения, на какого-то такого вот, куда люди как раз могут приезжать, получать какие-то знания, как экотуристы, что-то практиковать. То есть я вижу себя как жителем загородного проекта, да, там вот поселение нового поселка, там на 200-300-500 человек, супругой, женой, с детьми, и при этом путешествовать по городам, да, потому что мы не можем все уйти в деревню, это важно, но не все не сможем. Важно города тоже делать зелеными, поэтому это... Смотри, в деревню, если мы уйдем, да, то мы своим присутствием делаем, условно говоря, да, задачу решаем, а в городах мы визитами краткосрочными, наездами? Ну, наездами, ну и плюс информационное сообщество, то есть есть блог, есть рассылка, то есть информация, да, сейчас вот я думаю уже на второй книге, хотя эта книга, она достаточно такая очень объемная, да, там 350 страниц, каждую страницу можно брать и там практиковать поэтапно, недельно, и при этом она не фанатична, она для разных людей, для разных аудиторий, не можете это, попробуйте вот это, ну, то есть вот, и плюс собственный пример, личный пример. Ну, это самый главный, личный пример. Спасибо огромное. Да, благодарю, Олег. Роман Саблин сегодня в студии бизнес-класса, тренер по экологическому образу жизни, управляющий партнер бюро эко-решений GreenUp и экологист. Друзья мои, мы разговариваем сегодня на экологическую, важную для нашей жизни тему, и более того, Роман рассказал нам, как можно и зарабатывать еще, собственно, одно другому не мешает. Спасибо вам огромное за внимание, всего хорошего. Всем счастья, зеленейте дальше. Спасибо, Иром. До свидания.